Первый вопрос. Ночные стражи чем-то похожи на птеродактилей? Ой, какой хороший вопрос. Вы знаете, я их в Корее представляла, как я их придумала. Я однажды увидела, как маленькая белка-летяга учится летать на Ютьюбе. И после этого я подумала, какая прелесть, как собачка, но с крыльями. А теперь я хочу такую же, но большую. Вот, собственно, так они и появились. Но про птеродактилей спасибо. Это прекрасная идея, как птеродактилей, но с шерстью. Я просто их так себе представила. Да, да, да. Вот они только чуть-чуть более пушистенькие. А второй вопрос. Появятся ли другие магические существа в книге? И будут ли они путешествовать в другие земли? Конечно, конечно, конечно. Я хочу сказать, что... Можно я так чуть-чуть поверну по поводу второй части? Чуть-чуть! Что вторая книга, она связана скорее не с перемещением от одного пункта к другому географически, а с приключениями в одном месте, но очень интересно, внутри которого есть очень много всего. Пока не буду говорить, где именно. Но вот уже к третьей части, которую я сейчас как раз пишу, там вот как раз уже будет больше вот этого опять квеста перемещения, но уже с совершенно другой целью. И вот там как раз есть существа волшебные, я как раз сейчас придумываю. И одно просто... Мне так оно нравится. Я так бы хотела, чтобы оно было в реальности. Ничего не буду пока говорить, но если мы с вами встретимся, когда уже будет более понятно будущее этой серии, то я с удовольствием вам скажу, это моё просто официально любимое волшебное существо из этого мира. Но вот пока что всё, что могу сказать, конечно, будут волшебные существа, при этом я стараюсь, чтобы они все были оригинальными, то есть чтобы не повторялись те, которые уже были в каких-то других мирах, чтобы они хоть чуть-чуть в чём-то были оригинальными. Ну... Хорошо. Пожалуйста. Давайте, нет, пожалуйста. Давайте дальше, а то у нас времени не особо много. Если что, мы к вам еще вернемся обязательно. Пожалуйста. Да. Вот раньше же книга называлась «Разрушитель», и теперь вы поменяли название. Вот почему? Очень просто, потому что и я, и издательство сразу понимали, это было такое очень рабочее название, что оно такое очень негативное, что оно предполагает книжку явно какую-то достаточно жестокую и, в общем, довольно такую, ну, более злую, чем она есть на самом деле. Потому что, на самом деле, это же очень добрая сказка. И для такой доброй волшебной сказки название «Разрушитель» мне очень хорошо подходило. Я не то, что как-то за него очень сильно держалась, я его придумала буквально за два дня до отправки русписи на конку. Думаю, ну, надо же как-то ее назвать, пусть будет так. Вот, поэтому мы долго думали по поводу названия, и вот это, в результате, нам всем больше всего понравилось. Из всех безумных вариантов, которые у нас были, это как-то больше всего прижилось. Были еще какие-то? Ой, были, я даже вот так, моя память милосердно просто опустила завесу жалости над тем, что было придумано, потому что они были не такие удачные. Вот это, оно как-то в перспективе нам очень нравится, потому что оно очень связано с тем, что будет в следующих частях происходить. А «Разрушитель» это было еще как-то немного узко, то есть только по поводу первой. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, у меня тоже два вопроса, я бы хотела спросить. Если бы у вас было там желание, там, ну, как бы сказать, вытащить из книги какое-то существо в реальном мире, вот в какой выбрать? Ой, конечно, я бы скриплера выбрала. Я очень люблю чай, я очень люблю истории, я очень люблю деревья. Вот эти существа, они сочетают в себе все три этих прекрасных вещи. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они существовали на самом деле. Вот я думаю, что однозначно их. Пожалуйста, кто дальше? А еще вопрос? Да, еще один. И вот, по характеру вы видели каких-то людей, которые похожи на ваши книги, там, существа? Ой, вы знаете, нет, я как-то, на самом деле, я от реальности не очень отталкиваюсь. Я как-то всегда так понадергиваю отовсюду понемножку. Не то, что вот сейчас я возьму своего приятеля Васю из школы, и вот это будет мэгер. У меня как-то так не работает в голове, поэтому понемножку отовсюду. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот когда вы на конкурс отправляли свою работу, у вас были какие-то сомнения, какие-то стальные помыслы? А вот есть ли жизнь у этой истории или все-таки нет? О, вы бы знали, сколько у меня было этих сомнений. Поэтому я, когда выиграла конкурс, я просто в это не поверила, потому что я сначала не поверила, когда вошла в лонг-лист, потом в шоке. Настолько это было неожиданно. Был период неверия. Да, абсолютно. То есть я как-то это написала настолько для своего удовольствия, что я прямо была в шоке. И да, конечно, более чем период сомнений у меня был, поэтому если вы сами в чём-то в своей жизни сомневаетесь, пожалуйста, просто продолжайте. Продолжайте делать что-то дальше, потому что иногда совершенно неожиданным образом это получится с хорошим результатом, даже если вы сами в это не верите. Спасибо. А кто ещё не сдавал? Вы, пожалуйста. Вы в детстве когда-нибудь предполагали, что вы станете писательницей, и вот приоткройте некую дверь в новый волшебный мир для таких подростков, как мы, или даже для некоторых взрослых. Вы знаете, мне всегда хотелось писать книжки. Я всегда придумывала истории, я писала какие-то стишки, и мне всегда эта область очень нравилась. Но вот так профессионально я, ну, уже, наверное, лет последние пять, я прямо старалась, 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 и вот получилось. Спасибо. Пожалуйста. У меня три вопроса. Вы хотите, чтобы мы по вашей книге сняли фильмы или сняли сериалы? Конечно, да. А кто же не хочет? Я думаю, что я ответила на вопрос. Вы русский и зарубежный? Лучше зарубежный, мне кажется. Ну, то есть это просто в моей голове эта история такая не очень славянская, поэтому, конечно, да, хотелось бы. Ну, вот почему Барс так любит все усложнять? О, вы знаете, мне очень нравится эта история, потому что это, на самом деле, у него ведь есть вполне человеческое обличие, и в целом это... Ну, он тоже волшебник, просто он главный из волшебников, и он просто по жизни любит все усложнять. Он не настолько просто такое доброе, прекрасное существо, которое все сейчас проблемы решит. Мне очень нравится, что иногда он какие-то проблемы специально не решает, чтобы посмотреть, что получится. В общем, вы про него еще очень много всего услышите в следующих частях, поэтому я думаю, что не буду сейчас спойлерить. В общем, про него еще много чего будет. Когда вы планировали, что Генри будет разрешить, то у вас были идеи, что будет кто-то на стороне званого, кому добрый, да? Ой, это прекрасная идея. Вы знаете, да, спасибо. Я в этом сегодня подумаю. Спасибо. Так, дальше кто-то у нас, пожалуйста. Который персонаж в ваших книгах вам лично ближе всего, кажется? Вы знаете, мне ближе всего, наверное, Джет, потому что у него есть свои слабости, и он способен совершать не очень хорошие поступки, о которых потом, возможно, пожалеет. Это очень... Как-то это мне ближе, потому что Генри, он очень... Генри, он очень храбрый. Я, наверное, написала такого персонажа, потому что я сама по жизни ужасно размазнял. Я сейчас отвечаю на вопрос, у меня прям руки трясутся. Я так волнуюсь, на самом деле. И мне бы хотелось быть такой храбрый, что вот пошел и сделал. Поэтому вот Джет, наверное, все-таки ближе. Он более слабый, и этим как-то мне... Больше похож на меня. Пожалуйста. Кстати, вот вы попали в книгу. Что бы вы сделали? С кем бы вы познакомились? Со всеми. Я люблю общаться с людьми, и не только с людьми. Я, вы знаете, я бы познакомилась со всеми. Серьезно, я когда туда-то прикажу, я всегда начинаю со всеми знакомиться, даже если это не волшебное королевство. Поэтому, да, даже не знаю, кого выбрать. Просто всех подряд. С деревьями, в первую очередь. С деревьями, да, с деревьями. Пожалуйста. Какой дар вы себе хотели, если бы жили там? Прекрасный вопрос. Не знаю, печь пирожки. Не знаю. Конечно, хотелось бы... Я думаю, что просто если бы читать мысли, я бы просто сошла с ума очень быстро. Хотелось бы... Знаете, хотелось бы дарить телепортацию. Раз, и ты на работе уже. Потом раз, и дома. Вот я вот думаю, что это был бы мой фаворит. Пожалуйста. У меня еще один вопрос. Вот вы брали основу, что происходит сейчас. Ведь люди тоже начинают вот терять всю эту способность. Да, мне кажется, что это очень похоже на... Правда, мне вообще кажется, что самые лучшие, терпимые люди, получается, из тех, кто нашел свое место в жизни. И когда я встречаю таких людей, они мне сразу ужасно нравятся. При этом неважно, что они делают. Они чинят сапоги. Или они продавцы в магазине. Когда люди что-то делают с удовольствием, мне кажется, это делают счастливыми всех вокруг. Поэтому, конечно, я бы хотела, чтобы каждый нашел свой дар и продвигался в этой области. Это, мне кажется, сделало бы жизнь просто прекрасной. Ура! Кто еще не спрашивал? Я. Пожалуйста. И дальше вы, и вы. Как вы считаете персонажей, вы сделали в этом смысле и людям, и с Гитлером, и с Ночным Стражем. Им бы понравился наш мир. То есть, что бы они о нем сказали вот в этих дорогах чиновников, бла-бла-бла? Знаете, я не знаю. Да, такой странный вопрос. Ну, а по поводу каких-то не очень с их стороны удачных вещей в нашем мире, я, кстати, никогда не задумалась, есть ли в вашем мире ругательства. То есть, что вы говорите, когда они чем-то недовольны. Я подумаю об этом вопросе. Спасибо. В целом, я думаю, что им бы это показалось довольно интересным. Очень хороший вопрос. Я подумаю об этом, действительно. Мне кажется, что они бы тут как-то не знали даже, как, с чего начать просто свое путешествие по этому миру. Очень хороший вопрос. Пожалуйста. Какие чувства характера у ваших персонажей? Вам нравится в вашем случае? Храбрость. Вот я уже ответила. Мне очень нравятся храбрые люди, которые могут просто встать и сделать. Потому что я обычно очень долго как-то грызу ногти, думаю, а стоит ли? А может, не стоит. Поэтому, да, храбрость определённая. Мне ещё очень нравится чувство юмора у людей, поэтому мне нравится, что все мои персонажи иногда способны немножко пошутить. Так что думаю, что вот это. А можно молодого человека? Мне кажется, он у нас один. Да, мы как раз вот и хотели перейти. Нет, это луза, пожалуйста. Почему у худого пальтишки нет человеческого имени? Потому что я думаю, он его скрывает просто. Он как агент спецслужбы в этом королевстве. Я думаю, что действительно он его скрывает. Это знаете, как в сказке про Румпель Шкинхена. Если кто-то угадает его имени, возможно, с ним что-то случится. Я уверена, что оно у него есть, но он у нас как, знаете, «Индеец, серое перо» или что-нибудь в этом духе, худой пальтишкой. Его называют просто по его виду. Мне кажется, может быть, люди его так называли, когда видели. Да, пожалуйста. Какой была ваша цель написания книги? Когда авторы пишут книги, они как бы заключаются, основная мысль в эту книгу. Какая основная мысль в «Дарителях»? В «Дарителях» мне кажется, основная мысль, ну, помимо того, что, естественно, каждый должен найти свой дар, и это хорошо, мне кажется, что главная мысль в том, что каждый должен принять себя таким, какой он есть. Потому что Генри ведь не может изменить то, что у него есть дар. Он просто в конце концов должен с этим смириться. Джед не может изменить то, что он хромой. Агата пока что не может изменить то, что она не моя. Им всем приходится исходить из тех ресурсов, которые у них есть. Мне кажется, что в этом этот мир очень похож на наш. И вот это то, что мне хотелось бы сказать больше всего, что каждый может играть только с теми картами, которые у него есть, но делать это максимально хорошо. Думаю, что это и есть основная мысль. Ура! Далее идем. Кто еще не спрашивал? Пожалуйста. Нас ожидают новые карты на форзатах книг? Да, я думаю, что да. Да, ожидают. Вообще, карты и прорисовка мира — это такая фишечка этой книги, поэтому каждая следующая книга обязательно будет с каким-то еще более проработанным кусочком. И сейчас можно еще раз? Вот вы говорили, что у Генри был другой, Дар. Если не затрагивают другие книги, можете описать его? Знаете, у него был просто дар убивать людей прикосновением. Но потом я решила, что это как-то немножко грустно для такой веселой книжки, и поэтому я решила, что пусть он просто будет иметь способность уничтожать предметы. А уж людей — ну это десятое дело, это так есть, и так сложатся обстоятельства. Так что вот я рада, что я ушла от этого куда-то в другую сторону. Так, пожалуйста, с этой стороны чуть-чуть я давно... Можно я? Один важный вопрос, пожалуйста. Ну ладно. Тут про Агату и Свана момент из середины книжки. Ты только что прочитала? Нет, я просто его очень давно нашла. Так, пожалуйста. А Сван про Агату. Она ни с кем не разговаривала, потому что злая ведьма рассердилась на нее и наложила заклятие, что она будет немой, пока они, не знаю, лицо Агаты сейчас казалось почти детским. Она смотрела на Свана так, будто он вдруг сказал, что она невероятно умная. Возможно ли этот намек на Судьбу Агату или на ее недостаток? В какой-то мере не буду спорить, но и этот момент безусловно. Я очень люблю, когда обращают внимание на такие маленькие намеки, потому что они там везде разбросаны. Это, конечно, в общем, да. Да. Так, пожалуйста. Аген, не мог бы быть другой дар, кроме данного нарушения? Мне очень, мне больше всего нравится в этом герое, что он человек с плохим даром, то есть с даром уничтожает. При этом сам он, в общем-то, славный парень. И мне кажется, если бы у него был дар делать, например, вкусное мороженое, это был бы уже другой человек. Мне кажется, его как раз сила характера заключается в том, что он всю жизнь вот так вот живет, и ему надо что-то с этим делать. Второй вопрос. А Генри сможет научиться управлять своим даром? Да, конечно, конечно, конечно. Но это мы еще про это услышим. Спасибо. Так, а кто еще? Кто еще не спрашивал? Все, по-моему, спрашивали, да, уже? Идем по второму кругу. Ну, пожалуйста, вы, далее вы и кто-то здесь. Если бы вы могли попасть в пиликум и превратиться в какое-то существо, вот в кого бы это было? Я бы опять превратилась в скриплера в дерево просто, которое спокойно пьет чай, слушает истории. И я думаю, да, мне вот как-то очень хочется, хотелось бы побыть скриплером в денечек, но не на совсем. Так что, да, думаю, что это ответ на вопрос. Спасибо. Пожалуйста, давай с тебя начнем потом. У меня вопрос. Вот помните тайлисы? Я не знаю, как правильно сказать. Конечно, тайлисы. Вот тайлис какого волшебного существа вы бы хотели себе? Опять скриплера? Да, тайлис скриплер. Мне вообще очень нравятся скриплеры. Я поэтому, когда мы хотели придумать какой-то артефакт, я поэтому решила, что скриплеры это будет интересно. Потому что я их люблю. И эти рецепты чая, вот я думаю, что если вы их прочитаете, вы поймете, за что я люблю скриплеров. Потому что они понимают юмор жизни. Они уже тут так долго, что вот в них есть какая-то такая симпатичная ирония. Так что да. В каком размере они, примерно, должны быть? А я, ну, вот в моей голове, они были мне до колена. То есть где-то вот так. Это скриплеры или тайлисы? Скриплеры, образы тайлисы такие. Ну, такие фигурки как бы. Знаете, бывали такие тролли, фигурки троллей с таким бриллиантом в пупке. Я не знаю, засталивали их. У меня в детстве такой был. Это такая была очень популярная игрушка. Они были такие все морщинистые, они были вот такие. И я, как бы, тайлиса представляла вот в виде этой игрушки, которая у меня была, но только в пупке можно бриллиантом стоить. Так, пожалуйста, далее. Вот бывало у вас такие моменты в жизни, когда вот что-то происходит, и в голове сразу переклинили. Вот это вот надо обязательно, это надо описать, это нужно, это должно быть в книге. Это мне хочется, чтобы другие почувствовали, что я в это время чувствую. Ну, вы знаете, мне очень нравится вот именно ремарка про почувствовали то, что я чувствую. Мне кажется, что в книгах могут быть любые безумные приключения, но главное, чтобы в них были те чувства, которые мы сами испытываем в настоящих ситуациях в жизни. Отчаяние, боль, страх, радость, любовь. То есть, конечно, безусловно, ту массу чувств, которые я испытывала в своей жизни, мне очень хочется как-то их показать. Но не то, чтобы какая-то была ситуация, я подумала, что да, именно про это я напишу. Нет, вот как-то у меня всё в голове так очень свободно плавает. Не то, что прямо перенос буквально. Маша, ты что-то хотела спросить? Да, как подбирались имена для персонажей? Ой, отличный вопрос. Мне очень хотелось, чтобы это было что-то в таком северном стиле, но при этом, если бы у всех были персонажи типа Сиварт, Гуннер и прочее, это было бы немножко слишком тяжеловесно. Поэтому я разбавляла чисто английские имена, потому что это, ну, история в стиле такой Артуриана, я бы сказала, в стиле классического квеста. Пошли, нашли меч, убили дракона, что-то в этом духе. И плюс это, чтобы разбавлялось такими северными именами, типа Ингвард, Сиварт и так далее. Пожалуйста. Там говорилось, что у Генри дар мне от сердца, то есть получается, что у него может появиться хороший дар? Или он вытесняет всё? Я думаю, что он вытесняет всё на самом деле, то есть ему просто Барс пришёл и сказал, да будет у тебя такой дар, мучайся, чувак. В общем, он такой, понимаете, Барс это такой персонаж, у которого бывают такие мысли. Так что думаю, что нет, на самом деле мне кажется, что вот ему надо научиться жить с этим. Это как Хроматанджи, это просто, просто жени с этим. Думаю, что я ответила на вопрос. Друзья, давайте ещё пару последних вопросов. Далее мы удаляемся на выбор лучших вопросов, а вам раздадим викторину. Не спрашивали, по-моему, вы, да? Ага. А была ли у вас в детстве какая-то любимая книга или рассказ? В детстве была, ну, если был то какой? У меня, вы знаете, моя мама директор библиотеки. Моё детство, вы представляете, как прошло. Оно прошло на стремянке в библиотеке, где я просто брала всё подряд, оставляя ужасный беспорядок на полках, из-за чего все мамины коллеги очень на меня ругались. У меня было много очень любимых книжек. Мне очень трудно выбрать какую-то одну. Я просто читала всё и любила всё. Мне нравились советские истории про пионеров. Мне нравились сказки всех народов мира. Просто вот китайских до узбекских. Мне очень нравились книги. Мне очень нравился Винни-Пук. Мне безумно нравилось Пеппи Двину-Чулук. В общем-то, всё. Вписок мог бы просто продолжаться до бесконечности. Так, и ещё вопрос желать на тех, кто не задавал. Вы, по-моему, не задавали, ага? А как хорошо вы учились в школе? Как у вас был любимый предмет? Я, вы знаете, я гермиона. Я просто отличница по жизни. У меня золотая медаль в школе. Красный диплом в институте. То есть я просто всё делала, чтобы у меня был маховик времени. Я бы просто учила ещё что-нибудь, если бы могла. Но любимый предмет у меня были всегда гуманитарные предметы. Литература, русский, английский, французский. Всё, кроме математики. А то давайте вот так выясним. Да, давайте. Последний, припоследний, припоследний вопрос. Как бы вы изменили школьный программ по литературе? Вот какие бы книги добавили и было бы вам интересно, если бы вашу книгу вдруг внезапно через сто лет добавили? Мне бы, конечно, было очень интересно, к чему ложная скромность. Но по поводу текущей программы, мне кажется, что уже те книги, которые есть, о них можно сказать обалденные интересные вещи. Мне бы очень хотелось, чтобы школьная программа менялась в эту сторону. В том, что, например, вот в моей книге очень... Я взяла один приём полностью из...